Всем привет, с вами Гандзи, и сейчас перед вашими глазами длинная серия, но не часовая, объясню позже. Многие, наверное, из вас не понимают, как так, откуда, но вы, наверное, тут же догадались. Это все наши герои. Дек, Красная, Сергей Алексеев, Узу и Аки Рен. Они поддержали выход 26-й части, ну а Дек, это просто жесть. Он закинул 55 евро, заполнив на стриме все возможные полоски доната. Даже на озвучку первой главы книги Джерайи закинул. Ну, кто в курсе, тот в курсе. В общем, благодарите их в комментариях. Ну, естественно, больше всех благодарите Дека, потому что, если бы не он и не его напор, сегодня бы была просто 26-я часть. А так она длинная, но не часовая. Она должна была быть часовая, Дек на нее донатил. Но получилось так, что я дошел до логической концовки этой серии и не мог просто-напросто продолжать. Иначе не получилось бы того, что нужно. Но в честь того, что серия не часовая, а донатили на часовую, следующая часть будет тоже длинной. Возможно, не часовой, но тоже длинной. И это без всякого доната, потому что ребята уже собрали нужную сумму. И я навалю вам контента за это. Короче, респект. Ну и также вы, ребята, не забывайте проявлять свой актив, что немаловажно. Это даже стоит наравне с донатами. То есть, актив от большой армии подписчиков, зрителей, то есть, комментарии, лайки, подписки, репосты и т.д. Равно донаты. Ну, в наше время это так. Так что, ребят, давайте, накидываемся. Не забываем про это. Мне, кстати, правда интересно почитать, что вы пишете. Особенно, если это что-то рассудительное или какие-то догадки или еще что-то. В общем, давайте. Цепи судьбы 26 часть Голова 26 Подставной агент Мы выпрыгнули в окно и отправились в погоню. Мы стали быстро нагонять Рин. Она не особо торопилась. Чего же ты добиваешься? Я словно в кошмаре. Может, я сплю? Остановись, Рин, прошу тебя! Крикнул я ей вслед. Само собой, она не остановилась. На что я рассчитывал. Вместо этого в меня полетели кунаи. Нет. Это не Рин. Она бы никогда не напала на меня или союзников. Вот ведь тварь! Закрой рот! Ответил я. Лучше уклоняйся. Мы почти ее прижали. На одной из крыш Рин остановилась. И я встал напротив нее в 20 метрах. Это конец. Я не знаю, что тобой движет, Рин. Но меня уже начинают терзать смутные сомнения. Кем бы ты ни было. Сдавайся! Ответа не последовало. Лишь милая добрая улыбка, прямо как у Рин. Черт, соберись. Домовая бомба упала на землю. Скрывая присутствие Рин. Шиноби. Скрытые травы. Бросили кунаи. Стоп, я же сказал, не причинять вреда! Крикнул я, отбивая, что мог. А, сукин сын, ты что себе возомнил? Я рассеял дым. Вместо Рин была лишь небольшая грязная лужица. Но тут же мой взгляд вновь уловил ее. В окне квартиры она что-то вынимала из мешочка. Вот она, схватить! Кричали мои якобы напарники. Оттолкнув их, я ворвался в квартиру, где была Рин. Она знатно испугалась и упала на пол. Обита, что с тобой? На тебе лица нет? Неужели нападение? Ее лицо было полно волнения, страха и непонимания. Нет, там была не Рин. Мне никакие доказательства не нужны. Я в этом уверен. Ведь я, как никто другой, знаю ее. Рин, стой за мной. Будь готова. А? Да что происходит? Быстрее. Да. Скочил Рин, встав за мою спину. Шиноби с скрытой травы запрыгнули через окно и достали кунаи. Попалась! Тебе не уйти, мы взяли тебя с поличным. Обита, о чем они? Вы ошибаетесь. Рин ничего не крала. Прокричал я, загораживая ее своим телом. Ааа, мы знали, что ты защищаешь ее. Ты тоже в сговоре. Да послушайте меня, ее подставили. Ага. А что тогда в мешке? Я посмотрел на Рин. Покажи им. Прошу тебя, иначе мы ничего не докажем. Я... И... Хорошо. Хорошо. Немного грустно проговорил Рин. Она вывалила из небольшого мешочка лекарства. Различные флаконы, таблетки и прочее. Мое сердце едва не замерло. Нет. Обита, отбросить мысли Рин не могла украсть. Лекарства. Вот тебе и доказательства, мелкий придурок. Отойди, или мы тебя примем за соучастника. Да, ты здесь только из-за доверия Тамадачи Сана. Рин, скажи мне, откуда эти лекарства? Проговорил я, взяв ее за плечи. Они... Они из наших запасов. Что я принесла с собой? Прости, что не сказала, но они нужны для дела. Ответила Рин, глядя мне в глаза. Она не врет. Я знаю. Вижу. Теперь надо только убедить этих идиотов. Думай, обита. Рин все это время была тут. Так ведь, Рин? Да. А, ты думаешь, мы в это поверим? Они приблизились еще на шаг. Я достал катану и вытянул в их сторону. Стоять, или я прикончу вас. Тогда умрешь вместе с ней, щенок-предатель. Проверьте список лекарств и сравните с тем, что были в мешке. Уверен, они различаются. Высказал я. Проверим, но отпускать ее никто не будет. Прочь с дороги. Я уже был готов вступить в бой, но мягкая рука Рин легла на мое плечо. Я повернул голову и увидел, какая серьезная она была. Обита, не надо. Они наши союзники. Если ты нападешь на них, то твоей работе, всему, к чему стремятся наши деревни, конец. Я пойду с ними. Но ты же не виновата. Они не могут так легко поддаться на такую очевидную провокацию. Ответил я громко, чтобы идиоты поняли мою мысль. Не переживай. Мягко проговорил Рин, улыбаясь мне. Я ведь ничего не сделала. Поэтому и ты не волнуйся. Уверена, что ты сможешь узнать, что произошло. Ведь я верю в тебя. И тут я понял, что не давала мне покоя. Та, Рин, сказала то же самое, но от нее не исходило тепла и любви. Будто бы бездушная копирка просто повторила ее манеры. Мое чутье все это время било тревогу. Но я опять все просрал. Мои зубы заскрипели. Я сильнее сжал катану. Рин положила руки мне на щеки и поцеловала в губы. Мягкий, но такой же кучи поцелуй отдался по всему телу волной боли. Я вновь теряю ее. Я готова пойти с вами. Пожалуйста, не волнуйтесь. У меня нет оружия. Этот молодой человек ни при чем. А, мудрая решение, девочка. По тебе и правда не скажешь, что ты преступница. Внешность бывает обманчива, ответил второй. Да, свежие руки, проговорил первый напарнику. Нет, прервал их я, опустив голову. Я сам. А? А вдруг она развяжется? Ты хочешь помочь ей бежать? Нет, вы выполнили свое обещание, а я свое. Шиноби, травы переглянулись и отдали мне веревки. Я затянул их так, чтобы руки Рин не натерла. Неизвестно, сколько времени ей придется пробыть в таком состоянии, но надеюсь, это облегчит ее участь. Я обязательно вытащу тебя, клянусь, тихо прошептал я, прижимаясь губами к нежной девичьей шее. Главное, верь в себя, Обита. Ты всегда находишь свет даже в самой ужасающей тьме. Шиноби стали сопровождать Рин. Она мило им улыбнулась и пообещала не задерживать их своей медленной ходьбой. В эту минуту они переглянулись, будто бы сами засомневались в том, правильно ли делают. Затем выдохнули и более мягко проговорили. Пожалуйста, не делай глупостей. Если все так, как говорит этот парень, то тебе нечего бояться. Простите, что вам придется следить за мной. Но думаю, мы сможем поговорить. Пока идем. Я вижу, у вас хромота. Может, расскажете поподробнее? Ну, может быть. Прошу, идите вперед. Рин пошла довольно быстро, чтобы не вызывать невроз ее надзирателей. Однако, даже в такой ситуации она с пониманием отнеслась к тем, кто ее пленил. Черт. Я бы урыл этих уродов. Но мне нужно быстро решить этот вопрос через самые верха. С этими словами я отправился к главе деревни. Я мчался, что есть мочи. Каждая клетка моего тела просто кричала. Спасти Рин. Какая-то сволочь ее подставила, но я не почувствовал разницы в потоке чакры. Она точно принадлежала Рин. Не мог же мой шаринган обмануть меня? Это не техника перевоплощения, может, теневой клон или даже какая-то его разновидность? Почему я забываю все это в самый ответственный момент? Добежав до здания, где располагался штаб, меня встретили несколько шиноби в масках. Видать, местные анбо. Капитан Учиха, господин Нэнсей ждет вас. Отлично, я и сам хотел к нему попасть. Поднявшись наверх, я с грохотом оттворил дверь. Нума стоял один у стола с картой. Его лицо было весьма злобным и нервным. Глава, ваши люди совершили крупную ошибку. Начал я, но был тут же прерван ударом кулака по столу. Я замер на месте. Нума перевел на меня свои серо-зеленые глаза, а затем сквозь зубы начал произносить свою речь. И вы, то есть ты, смеешь ко мне приходить с такими заявлениями после того, что устроил в деревне? Что? Все, что вам сообщ... Мне достаточно сообщили. Сначала твои люди. Вынюхиваю тут все в округе. На это я еще мог закрыть свои глаза. Но ты подверг мой отряд опасности. А в рядах подчиненных не смог заметить предателя. Это вам так капитан сообщил? Процедил я презрительно ухмыляясь. Радуйся, что не капитан. Тот был слишком добр и дал хороший отчет. Но для меня, как для лидера, важно мнение каждого. Ты смел угрожать моим людям, мальчишка? Да-да, твои глаза, может, и сильны, но не дают тебе права запугивать моих солдат. Они подорвали дисциплину, резко ответил я. Чушь! Эти парни прошли через большое количество битв. Больше, чем ты, юнец. У них есть понятие о чести и субординации. Вот ведь упрямый осел. Какого хрена у них хочет смотреть в глаза, правда? Я выдохнул и постарался вернуть спокойствие. Вы ошибаетесь. Они чуть не поставили в выполнение операции под сомнение. Я это мягко выразился. Да, ваш капитан здорово мне помог, я ему благодарен. Но остальные импульсивно напали на кума. Вздор! Он завел их в ловушку. Мои люди тоже в нее попали. Ха, так ведь легко отвести подозрения от себя, да, капитан Учиха? Мы столкнулись с новым врагом, что перебил всех шиноби камня. Это вы должны были знать. Там написано со слов капитана Учиха. После твоих проступков. Что-то верить желание отпадает. Да на кой черт мне врать-то? Возмутился я, разводя руками. Я только и делаю, что пытаюсь понять, что здесь происходит. А это не твое дело. Кроме того, это девчонка. Я злобно посмотрел на него. На секунду он энсей заколебался и продолжил еще более злобно. Рин Нахара украл из нашего госпиталя лекарства среди белого дня. Разве вы сами не понимаете, что это провокация? Ее кто-то подставил? После событий в лесу подумайте. У вашей деревни есть скрытый враг, и это не мы. Нума выдохнул. Потер виски, на которых взбухли вены. Затем протер лицо рукавом и продолжил более спокойно. Хорошо. Предположим, в это я могу поверить. Учитывая то, чем мы сейчас заняты. Поэтому я провел расследование, и у меня есть свидетель. Свидетель? Кто? Сейчас узнаешь, капитан. Приведите его. Через несколько секунд в кабинет зашел Тамодачи. Он был весьма взволнован. Его лицо было белее мела. Неужели его пытали? Господин Тамодачи, вы сделали то, что я просил? Да, я... Хорошо. Выдайте нам заключение. Все препараты, что пропали из ящиков хранения, и идентичны с теми, что были в мешке Нахара Рин. Я обомлел. Это просто не могло быть правдой. Нума выдохнул и презрительно усмехнулся. Видишь, капитан, просто совпадение. Верится с трудом. Какие тебе еще нужны доказательства? Постойте, Тамодачи, ты же знаешь, что это не могла быть Рин. Она все это время была дома. Ты сам ее отпустил. Скажи это главе. Тамодачи-сан, если вы встанете на сторону госпожи Нахара, то я поверю. У вас безупречная репутация. Мы обязательно проведем тщательную проверку помещений и опрос свидетелей, и выясним, в чем дело. Мои глаза загорелись надеждой. Я посмотрел на Тамодачи с мольбой, но он лишь отвернул лицо, сжал кулаки и сквозь зубы сказал. Нет. Я верю своим людям. Они говорят, что видели Рин. Им нет причин врать. И лекарства. Тамодачи, да как ты... Начал я, но Нума вновь меня прервал ударом по столу. Хватит. Я думал, что ты притворяешься глупым мальчишкой. Мне понравилась твоя хитрость, и я решил подыграть, поверив в весь этот спектакль. Но, как казалось, ты действительно лишь дерзкий юнец. Не знаю, как руководство деревни доверило тебе ранг Джоунина. Я молчал. Не потому, что мне нечего было ответить на его упрек, а того, что внутри меня борлила ярость и непонимание. Почему Тамодачи так ответил? Почему предал Рин, который имел сильные чувства? Нума-сенсей победоносно улыбнулся. В его глазах читалась явная издевка. Голос главы стал спокойным и даже властным. Так или иначе, договор выполнен. Шиноби скрытого камня мертвы, хоть и не твоими усилиями. К сожалению, этого я особо доказать не могу. Хоть ты и сам признал этот факт, думаю, что Каноха не приемлет это в качестве отмазки по нашим обязательствам. К тому же, наши больные пошли на поправку. Удивительно, что эта воровка была так полезна. Еще одно слово в ее сторону, и я сорвусь. Как же тяжко держать себя в руках. Но я должен, иначе точно не спасу Рин. План наступления готов. Завтра я передам его тебе. Поэтому собирайте вещи. Думайте, как перенести людей и проваливайте из моей деревни. Письмо Хокаге я отошлю лично. Думаю, нам стоит пересмотреть условия союза после ваших выходок. Я поднял глаза и посмотрел на него с презрением. Ммм, этот взгляд. А, ну да. Судьба на Харарин будет решена отдельно. Воровство в военное время тяжкое преступление. Я бы казнил ее, но думаю, что это негативно скажется на будущем. У нас уже есть один проект для особой тюрьмы. Думаю, самое время его реализовать. Я собирался высказать этому ублюдку все, что думаю о нем. Более того, моя рука уже была готова перерезать ему глотку. Но Тамадачи начал интенсивно кашлять, вернув мои мысли в нужное русло. А теперь уходи. И до завтра не появляйся, капитан. Хватит с меня на сегодня проблем с Канохой. Но учти, еще один неверный шаг. Я упеку вас всех за решетку. Или чего похуже? Я ничего не ответил. Впервые в жизни я ощутил, что иду против себя самого. Стерпел. Промолчал. Не пошел против течения. Я Джоунин. Шиноби Канохи. Я очень люблю Рин, но точно знаю, что она была бы расстроена, если бы мой длинный язык поставил под угрозу всех остальных. Она сама пожертвовала свободой. Поставила под угрозу свою жизнь, чтобы ни у кого не было проблем. Ее жертва не будет напрасной. Я докопаюсь до сути. Я обещаю тебе. Рин. Я вышел из кабинета. Тамадачи шел следом. Мы не проронили ни слова. Ступенька. Вторая. Третья. Холл. Улица. Тамадачи шел за мной, совершенно не пытаясь бежать. Думаю, он понимал, что это бесполезно и даже глупо. Мы зашли в безлюдный переулок. Я резко прижал его к стене. Было желание угрожать клинком, но рука не поднялась. Скажи только одно. Почему ты солгал? Ты же сам знал, что Рин была дома. Так почему? Оби-то. Послушай, это правда важно. Мне надоело твое вранье. Я думал, что Рин для тебя не просто сотрудник. Думал, вы ладили. Она верила в то, что ты хороший человек. Я... Мне жаль. Прости меня. Но я не мог иначе. Всегда есть выход. Но ты выбрал самый простой. Прикрыл свою задницу, да? Это все... Все тайна того помещения. Мне ничего не мешает рассказать о нем Нэнсею. Только тебе везет. Мне он больше не поверит. Ты не понимаешь. Оби-то. Эти люди не должны были быть раскрыты. И поэтому ты поставил на кон жизнь той, которая запала тебе в душу? Я не меньше тебя люблю, Рин. Сорвалось его уст. Я взглянул на Тамадачи. Он повернул голову в сторону. Его губы кровоточили от укусов собственных зубов. Я знал, что его слова о том, что она лишь друг ему, были ложью. Ибо он не хотел делать неправильные вещи. Но сердцу не прикажешь. Если бы ты ее любил, то не поступил бы так. Зло процедил я, отпуская его. Шатаясь, я двинулся вперед по переулку. Оби-то. Постой. Я понимаю. Ты мне не веришь. Но эта борьба идет давно. Мы. Я должен был сделать это, чтобы прекратить войну внутри деревни. Древни, поверь. Я вытащу, Рин. Дай мне время. До завтра. У нас нет этого времени. А свое ты исчерпал там, в офисе Нансея. Раз для тебя это важно, то делай свои дела, но не приближайся ко мне. Рин научила меня видеть чужие проблемы и не ставить их ниже своих. Я сам все сделаю. Прощай, Тамадача. Оби-то. Оби-то. Прости меня. Мне жаль. Прости. Он кричал мне вслед. Я слышал, как Тамадача упал на колени. Послышалось тихое шмыганье. Прости, Рин. Я учусь. Но очень медленно. Знаю, ты бы утешила его, несмотря ни на что. Нашла бы выход, где все бы были счастливы. Ты всегда так поступаешь. Но я не ты. Я могу понять, но действовать буду иначе. Даже если буду сильно сожалеть. Я вернулся домой. Меня встретили озадаченные чаунины, которые недоумевали, почему их сняли с постов и фактически держат тут в заложниках. На сотни их вопросов я ничего не ответил, лишь ушел в комнату. Выдохнув, я уселся на татаме и закрыл глаза. И начал думать, пытаясь сложить пазл в единое целое. Борьба в деревне. Слова о предательстве от шиноби скрытого камня. Персиковое дерево. Подвал. Шина. Кума. Слова о том, что нам надо уйти от Айзуру. Ловушка на цветочной поляне. Война. 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 Слишком много переменных. Слишком мало связей между ними. Что же мне не хватает? Где я ошибся? Капитан. Прозвучал голос Шисую за дверью. Да. Я могу войти? Угу. Шисую вошел, тихо прикрывая дверь. Я открыл глаза и посмотрел на него. Он был явно обеспокоен. Что довольно несвойственно. Мальчик осторожно сел напротив и начал говорить. Капитан, все слухи правдивы. Насчет Рин? Да. То, что ее упекли за решетку, да. Но она ничего не воровала. Я знаю. Что? Рин Сэмпай. Она. Начал Шисую немного скомканно. После чего склонил голову и проговорил. Простите меня, капитан. Чего это ты Шисуи? Ты ни в чем не виноват. Нет. Из-за меня Рин Сэмпай за решеткой. Что? Воскликнул я. Когда мы отправились в госпиталь, то она спросила меня о семье господина Айзеру. Она сказала, что вы попросили осмотреть маму Тая. И я. Я был так рад, что вы не забыли. Поэтому попросил Рин Сэмпай зайти к ним. Ведь все равно по пути было. Поверьте, я был внимателен и сосредоточен. Ибо ожидал, что враг может быть рядом. Рин Сэмпай сказала, что может вылечить госпожу Чужицу. Это была радость для них всех. Что несмотря на эту проклятую войну, есть надежда и есть шанс. Я молча слушал, смотря на стол. Слова Шисуи медленно вносили ясность. И мы отправились в госпиталь. Я полагал, что Рин Сэмпай приступит к своим делам. Поэтому слегка ослабил бдительность. И это стало моей ошибкой. Я отправил теневого клона искать зацепки по нашему делу. Поэтому пытался выяснить о тех словах, что сказал господин Айзеру. Поэтому ты шел с ним по улице, так? Вы видели? Да. На меня мало кто обращал внимания, господин Айзеру живет тут давно. Он поведал мне многое, о чем мы не знали. Но от главного все равно уклонился. Как бы я ни допытывался. В итоге я услышал звуки со стороны госпиталя. И понял, что свершил ошибку, оставив там именно клона. Он был уничтожен. Кем? Оживленно вопросил я. Я не знаю. Удар был неожиданный. Быстрый и смертельный. Когда я прибыл на место, то все уже было ясно. Поэтому ты ничего не сказал раньше? Нас задержали. А меня просто и слушать не стали. Да и сами как считаете? Кто-нибудь поверит в это? Раз уж вы не смогли убедить. Зная, Рин Сэмпай в сто раз лучше меня. Как всегда, безупречная логика. Если для головы я был глупым мальчишкой, то Шисуи он бы и слушать не стал. Ты прав. Тихо проговорил я. Это не важно, капитан. Рин Сэмпай собирал лекарства из-за того, что я потащил ее раньше времени. Не дожидаясь вас, я знаю, что поступил своевольно. Поставил идеал выше задания. Мне жаль, я приму любое наказание. С этими словами Шисуи склонил голову, ударяясь ею о пол. Этот мальчик впервые пошел по своему пути. Не стал действовать как маленький какаши, слушая лишь правила. Да, он ошибся, расставляя приоритеты, возможно, ставя под угрозу задания. Но несмотря на это все, Рин его поддержала. Думаю, даже если бы он не осмелился сказать, она бы взяла инициативу в свои руки. Зная Рин, она прекрасно понимала, что станет жертвой диверсии как медик. Она понимает ценность меня и Шисуи в качестве тактики и силы. Верит в нас. И поэтому я не имею права судить Шисуи. Ибо сам здорово отклонился от выполнения нашей миссии, пытаясь наладить контакт с местными. С кем поведешься, того и наберешься. В отношении этого мальчика можно применить данные слова. И я подтолкнул его к выбору. Идеалы или долг? И он выбрал первое. Тем не менее, сохранил бдительность и поставил теневого клона. Что же ты за человек? Шисуи учиха. Шисуи? Да, капитан. Подними голову. Тебе не стоит винить себя. Как твой капитан, я должен предусмотреть все риски и понять, что Рин была ключевым звеном. Нам не стоило разделяться. Я наивно полагал, что внутри деревни мы будем в безопасности. Но, учитывая все то, что я узнал, теперь в этом есть большие сомнения. Более того, здесь мы бессильны. Слишком много факторов стоит против нас. Но, капитан, мы все еще можем узнать истину и спасти Рин Сэмпай. Я знаю, что сейчас ты готов сделать все, что угодно, но импульсивность нам не поможет. Так мы можем навредить, Рин. Я говорю о другом. Если мы сделаем правильно, то все изменится. И не только в нашей ситуации, но и в деревне в целом. Шисуи, всем помочь очень трудно. И я уже, честно говоря, сделал достаточно ошибок на сегодня, чтобы решиться на какой-либо шаг. Понимаю. Человек, которого вы любите в опасности. Любой на вашем месте давно бы потерял контроль. Ха, спасибо. А, то есть я и Рин, ну, мы... Ха, капитан, я хоть и ребенок, но не слепой. Вдобавок, вы сами об этом говорите. Главное уметь читать между строк. Ах, не лучшее время для разоблачения, Шисуи. Хм, проговорил я с каким-то облегчением. Поэтому я и хочу помочь всем. Ведь именно так вы поступаете. Несмотря ни на что, ваши идеалы и вера в них сильна. Сказать-то сказал. А вот что теперь делать? Тогда у меня есть просьба. Какая? Удивился я. Могу ли я взять инициативу в свои руки? Доверитесь ли вы мне после того, как я провалил свою задачу? Я... В эту минуту глаза Шисуи были как никогда полны решимости. Думаю, что даже если я скажу нет, он все равно поступит по-своему. Вот черт. Чего я ему такого наговорил, что он стал таким своевольным? Ты уверен? В этот раз все серьезно. Я покажу всем, чего стоят учихи. Тогда судьба нашей чести на тебе, Шисуи. Мальчик улыбнулся мне. Встал с коленой перед самой дверью и сказал. Может и есть вещи, что предначертано судьбой. Но я думаю, что мы вправе менять поток ее в нужную для нас сторону, капитан. В конце концов, это же наш путь, ниндзя. Да, после этого он закрыл дверь. Мои мысли пошли на новый виток. Стоило ли так просто отпускать Шисуи? Ведь я не могу потерять и его. Но эти глаза напоминают мне себя в его возрасте. Мальчишку с разумом взрослого. Что помнил все из прошлой жизни. И мечтал поменять эту чертову судьбу. И я уверен, он способен изменить все. Как я не старался сохранять стойкость духа. Усталость взяла свое. Использование кэма изобрело у меня много чакры, поэтому я отключился. Меня неожиданно разбудили. Рео шарашенно дергал меня за плечи. Капитан! Капитан! Проснитесь! А что? Я уснул? Это не важно. Охрана стала сбегаться, а наши сказали, что поймали нарушителя из Канохи. Мне не нужно было больше объяснять. Шисуи, что ты задумал? Я тут же бросился в его комнату. На удивление он сидел спокойно и смотрел прямо на меня. Ты тут? Слава богам! Стоп. Нет, ты не мог. Доверьтесь мне, капитан! Добродушно ответил мальчик, и его клон рассеялся. Твоюж! Я выбежал из комнаты, напялил жилет и нацепил катану. Рю стоял с остальными чунинами и ждал моих слов. Этот Шисуи! Рю! Я! Собирайтесь, мы идем на выручку. Если кто-то окажет сопротивление, оглушить. Никаких убийств! Есть! Слышали, парни? Шисуи в беде! Вот же отчаянный паренек! Поможем ему! Все начали собираться, а я отправился к самому логичному месту – тюрьме. Минуя бегущих шиноби, я добрался до места. Тускло освещавшие фонари показывали неутешительную картину. Шисуи сидел связанный на коленях. Вокруг него злобно верещали охранники. Что, сученыш, попался? Дать бы тебе по роже, да детей бить не хочется. Чего с ним делать-то? К голове вести? Нет, прямой приказ был таков, при попытке освободить пленницу казнить. Но это же ребенок. Эта мелочь убила бы тебя, не задумываясь. Он двоих наших вырубил. Не убил же. Вот нытик, Кенши. Дай сюда кота, но я сам все сделаю. Почему Шисуи не двигается? Не похоже на часть плана. А если так и есть, то я не стану сидеть в стороне. Вполне вероятно, что они нас ждали. В любом случае, есть изъяны. Стойте! Крикнул я. Шиноби обратили на меня внимание. Не убивайте его! Ха, схерали! С тобой мы тоже разберемся. Ты ж у них вроде как капитан, да? Именно. И это мой подчиненный. По правилам, я несу ответственность за его действия. Более того, он просто выполнял мой приказ. Че ты там мелишь? Да нам посрать вообще! Казните меня вместо него. Шисуи, что до этого молчал, вдруг оживился и начал качать головой. Нет, капитан, не нужно. Шисуи, извини, но у меня тоже есть обязанности, которые я должен исполнить. В эту минуту с разных сторон прибыли две группы. Рю во главе с нашими парнями пожилой капитан, что участвовал в совместной операции. Он накинул всех взглядом, вникая в ситуацию. Отпустите его, ублюдки! Крикнул Рю. Иначе мы вас всех перережем! Ха, кажется, вы никак не поймете, союзнички хреновы. Вы на нашей территории! Рю, успокойся! Проговорил я, затем обратился к капитану. Знаю, это дерзко с моей стороны, но я прошу вас отпустить его. Пожилой капитан молчал. Вместо Шисуи прошу казнить меня. «Капитан!» Воскликнул Рю. «Вы не можете!» «Могу!» «И должен!» Я посмотрел на Шисуи. Тот сидел молча, склонив голову. Что с ним? Неужели они навредили ему?» Пожилой капитан выдохнул и сказал. «Этот человек отвечает за жизнь подчиненного. Я бы поступил так же на его месте. Поэтому просьба принимается, если твои люди не будут оказывать сопротивление. Договорились. После моей смерти они добровольно сложат оружие. Но ты не дашь им погибнуть. Мне нет нужды в лишней крови. Ведь могут погибнуть мои люди. Вам все равно придется ответить за содеянное. Только уже на уровне вышестоящем». Я поднял руки и подошел к шинобе скрытой травы. Те сняли с меня небольшую катану и поставили на колени. Шисуи задергался, а затем произнес. «Капитан! Не надо!» «Я... Я ведь просил вас!» «Знаю, поэтому и ты доверься мне. Все будет хорошо!» Я улыбнулся Шисуи, которого толкнули в сторону Рю. Тот стоял, готовый вот-вот ринуться в бой. «Рю, к тебе это тоже относится? Ты обещал выполнять мои приказы, поэтому не вздумай!» «Я... есть!» Все бойцы поразились, но послушно склонили головы. Пожилой капитан хмыкнул, подошел и достал свою катану. Она блеснула в свете тусклых огней. «Преданность людей зависит от поступков их лидера. Ты был хорошим капитаном!» «Я сделаю это быстро, юноша!» «Ты не почувствуешь боли!» «Ха, верю!» Я посмотрел на остальных, лишь бы они не наделали глупости. Ни один боец не будет стоять и смотреть на такое. Все это – один большой обоюдный блеф. Я знаю, что они прервут мою казнь, и наши противники это знают. И уж тем более старик, который больше остальных понимает ситуацию. Но ему нужно сломить дух моих ребят, поэтому он будет бить быстро. У меня есть лишь доля секунды. Взмах. Время замедляется. Эта операция явно не пойдет на пользу моим глазам. В приглушенной обстановке я слышал голос. Его голос. «Капитан!» Шесуи бросился первым. Но клинок быстрее. Я вижу, как лезвие проходит через мою шею. Честно говоря, несмотря на камуи, мне чертовски страшно было. Время вновь ускорилось, возвращаясь в нормальный темп. Все ошарашенно глядели на это зрелище. Лишь Шесуи влетел в охранника, врубая его точным ударом ноги в челюсть. Я совершил перекат, схватив свою катану. «Умри!» Прозвучал крик со стороны. Мне ничего не стоило увернуться, но тут же передо мной встало тело. Шесуи загородил меня от сюрюкенов, и тут же его тело испарилось. В голове запульсировала секундная ярость. В этот момент я увидел еще нечто более удивительное. Множество клонов Шесуи. «Клонирование остаточного образа?» «Не думал, что сработает», — проговорил один из клонов. Бойцы скрытой травы пытались попасть, но постоянно промахивались. Однако клоны при этом наносили удары клинком, лишая противника движения. «А, чего встали?» «Можем капитану и Шесуи», — прорычал Рю. Послышался громкий возглас, и завязался бой. Мы быстро начали подавлять сопротивление, лишая противников численного превосходства. Когда мы стали загонять их в угол, то со стороны улицы послышался громкий хлопок, напоминающий взрыв. А за ним не менее громкие возгласы. «Ха, это наши парни!» «Вам конец!» — прорычал один из шиноби травы. «Капитан, нужно спасать Ринсан и уходить!» — сказал Рю. «Нет», — спокойно ответил Шесуи. «Это не враги. Мы все удивились. Но я быстро все понял, когда увидел, кто стоит во главе армады. Айзуру Козуку был облачен в броню и вел за собой кучу людей. На их плечах красовалась метка с персиковым деревом». Пожилой капитан выдохнул и проговорил спокойно и сдержанно. «Опустите оружие!» «Что, капитан, но...» — проговорили бойцы в унисон. «Это давно должно было случиться. Слишком долго мы закрывали глаза на разделение внутри деревни. Я и сам не заметил, как мои бойцы избрали разные пути. Я принимаю поражение. Вы победили!» Старик демонстративно бросил оружие. Остальные переглянулись, но послушно сделали то же самое. Шесуи рассеял технику. Он стоял виноват, осмотрел себе под ноги. Я положил руку на его плечо и сказал. «Ты же не думал, что будешь выполнять все в одиночку?» «Вы знали, что там сидит клон?» «Эм, ну я догадывался». «Ха, опять вы врете», — смеясь ответил Шесуи. «Ха, конечно нет, я же тебе доверяю». «И ведь не краснеете. Слышала бы вас, Рин Сэмпай». «Ладно, ладно, я облажался, хорошо?» «Я переживал. Думал, что ты попал в ловушку. Только, Рин, не говори, она же будет меня дразнить до конца миссии», — взмолился я. «Ни слова не скажу». «Ха, знаете, я боялся, что из-за моего умалчивания вы погибнете. Я думал, что вновь совершу ошибку, в эту минуту боль внутри глаз усилилась. Но ваши слова вернули мне уверенность. Поэтому, наверное, я не пробудил Шаринган. Ты сохранил веру в свой разум и не дал эмоциям взять верх. В отличие от многих учих, ты способен взвешенно оценивать риски и просчитывать на много ходов вперед. А это ценнее любого Шарингана. Спасибо вам, капитан, но... Но? Ваша сила все мои расчеты погубила», — возмутился Шесуэ и громко засмеялся. «Ну, эм... Не мешай мне мудрость говорить», — надулся я, ворошая его волосы. «Ой, ай, я понял, понял». Вокруг нас собрались люди Айзоро. «Рад вас видеть», — вежливо сказал Шесуэ. «Я не мог больше оставаться в стороне. Тамодачи воздушевил нас. Теперь время изменить эту чертовую историю, покончить с войной внутри деревни и договориться». «Тамодачи?» — выпросил я. «Да, он очень ценит тебя, Обита. Где он?» «В госпитале. Помогает раненым». «Ха, хороший руководитель восстания», — пробубнил я. Сзади меня ущипнули за щеки. «Ай-ай, пуфти, пусти! Чего это ты тут опять на тамодачи доишься? Вновь поругался с ним?» — сказал Арин, щуря свои кори глаза. «Арин!» — воскликнул я, обнимая ее. «Я так рад, что ты в порядке!» «Хм, не увиливай, Обита!» Обняла она меня в ответ. «Ну, я не виноват. Этот дурень сам подставил тебя, и я...» «Опять выдал весь пафос, да?» «Ну, я...» «Обита...» «Я был расстроен. По сути, я тут самым бесполезным оказался. Весь план вообще шисую придумал». «А, нет-нет, просто рассчитал время прибытия людей и сопротивления. Количество охраны. Отточил новую технику. Оценил шанс вашего вмешательства. А так все сделали вы, капитан». «Да это и значит придумать весь план!» Воскликнул я в отчаянии. «Еще и издевается!» Шисуи звонко засмеялся. Следом за ним и Рин. Они точно сговорились. Это часть их злобного плана. «Все равно, спасибо тебе, Обита!» Ответил Рин, взяв меня за руку. «А? Но за что?» «За то, что не потерял веры. Ведь не стоит все взваливать на себя. У тебя есть друзья. Все мы готовы тебе помочь, если станет трудно». Я посмотрел на всех них. Рю и остальные парни из Канохи. Шисуи, Рин, Айзуру и Глупый Тамодачи. «Все эти связи, что я приобрел здесь, мы разделили это бремя вместе. Хотя я многое забыл, но, кажется, это хотел показать мне Наруто». «Спасибо вам, друзья!» Сказал я, улыбаясь. «Эм, не хочу отвлекать, но нам еще нужно достигнуть резиденции главы деревни. Теперь он не сможет игнорировать ситуацию, и мы бескровно решим этот вопрос!» Сказал Айзуру, почесывая затылок. «Да, только удастся ли?» «Ха, не поверишь, но думаю, все уже устали от вражды. Да и сил у нас побольше!» «С этого и нужно было начинать!» Пробубнил я. Наша идиллия продлилась недолго. Прогремел сильный взрыв. За ним второй. «Чего? Разве ты не бескровно хотел все решить?» Воскликнул я, тыкая пальцем на столпы дыма. «Это не мои люди!» «Дым идет из госпиталя и резиденции главы!» С опаской проговорил плененный старик-капитан. «Развяжите меня, я готов сотрудничать!» «Что-то явно случилось!» «В госпитале все еще Тамодачи!» С тревогой воскликнул Арин. «Капитан, резиденция! Документы нужно забрать!» Проговорил Рю. «Как поступим, капитан?» Спросил Шесу и смотря на меня с опаской. Внутри меня все колебалось. План по нападению важен. Выполнение миссии. Мой долг как к Шинобе, но в госпитале Тамодачи. Он переманил на свою сторону многих бойцов и свел кровопролитие к минимуму, чтобы не очернять нас. Более того, не вмешайся, мы его люди спасли бы Рин сами. В голове загудело. Все вновь приглушилось. Что же мне делать? Перед глазами стали плыть картинки. Госпиталь. Куча трупов. В нос ударила волна Гарри и запекшейся крови. Тело Тамодачи и остальных. Ужасный женский смех. Картина сменилась на мольбы мужчины. Окровавленный холл. Куча слов. Я не могу понять, о чем идет речь. Паук плетет свою сеть. Что за бред? Когда меня отпустило, Рин и Шисую с ужасом смотрели на меня. Из носа вновь пошла карминовая струйка крови. Я выдохнул и вытер ее. Рин протянула ко мне руку, слегка удерживая мое предплечье. Решено. Я и Рин. Пойдем в госпиталь. Шисую и Рюйзеру в резиденцию. Будьте осторожны. Я думаю, что там может быть ловушка. Вы уверены, капитан? Спросил Шисую. Я понимаю, что он не хочет оставлять мне одного. Но его аналитические способности пригодятся в этой ситуации. Да, возглавь остальных. Ты уже показал, что способен самостоятельно принимать решения. Поэтому я хочу довериться тебе. Нет. Всем вам. Мы не подведем. Ответили дружно Шиноби. Правда, мы все еще не нашли Кума. Встревоженно вспомнил я о товарище. Капитан. Серьезно проговорил Рю. Кума встретил нас по дороге к вам. И почему ты молчал? Было совсем не до этого, сами знаете. Он ничего толком не объяснил. Но велел нам не делать глупостей, чтобы этого не значило. Почему он не пошел с вами? Он сказал, что не даст главе деревни сбежать или уничтожить документы. Тогда, думаю, взрыв резиденции его рук дело. Быстрее выдвигайтесь туда, иначе все может выйти куда хуже, чем мы рассчитывали. Есть. Думаю, у старой школы есть еще порох. Проговорил Айзору, развязывая старика. Да, ради своей деревни я готов сражаться насмерть. Мы тоже идем. Пропищали связанные бойцы. Айзору посмотрел на меня, я кивнул головой. Сейчас это не восстание. Появился враг посерьезнее, чем разлад между людьми. Теперь у них общая цель – отразить угрозу. Это куда важнее. Я и Рин взяли снаряжение и побежали к госпиталю. Там отдачи, гребаный нытик. Держись, ради всего святого. Я верну тебе долг, обещаю. Мы неслись по опустевшим улицам. Но зарево пожара, что исходило от госпиталя, заставляло сердце болезненно сокращаться. Я смотрел на свою руку, на которой еще были следы крови. Моей крови. Рин поравнялась со мной. Все это время она старалась сохранять молчание. Но, видимо, переживания и чувства оказались сильнее. Оби-то, что тебя терзает? О чем ты? – спросил я, быстро отводя взгляд от руки. И взобрался на крышу, чтобы сократить путь. Рин последовала за мной. Она ловко вырвалась вперед, не давая шанса скрыть мне выражение своего лица. Затем продолжила. В ту минуту твои глаза были совсем пустыми. Ты чего-то сильно испугался. Я это знаю. А теперь ты глядишь на кровь, которую вытер рукой. Я права? Я так предсказуем? Нет, просто она знает меня как облупленного. От ее чуткого взора ничего не скрыть. Сейчас это не так важно. Все, что здесь произошло, достигло своего апогея. И теперь мы все целы втянуты в конфликт. Как Джо Нинья… Мой голос надломился. Казалось бы, выдай я эту информацию. С совершенно каменным лицом, быть может, это сработало. Но те страшные картины вновь промелькнули перед глазами. Я прикусил губу, ощущая металлический привкус крови. У оби-то… Глаза Рин выразили крайнюю беспокоенность. «Да что же я несу?» Процедил я, после чего успокоился, перепрыгнув между крышами. Ощущение легкой невесомости заглушило шум в голове. Сколько же можно врать ей самому себе? Я из раза в раз при каждой ситуации это повторяю, но ничего не могу изменить. Дело не в том, что я не хочу излить ей душу, положиться на человека, которого люблю. Если раньше я мог рассказать всю историю, зная каждый шаг мироздания, то теперь я все забыл. Все. Кичась этой силой, я потерял бдительность и теперь, словно котенок, которого оторвали от матери, слеп и вынужден сам бороться со всем, что приготовила сущность, ради своего эксперимента. Госпиталь был уже перед нами. Крыша его пылала легким пламенем. Каменные стены были местами разрушены и измазаны кровью охранников, которые лежали в расчлененном виде. На стене был нарисован круг, в котором располагался перевернутый треугольник. Сомнений нет. Это она. Я хотел рвануть туда и плевать мне на опасность, но мягкая теплая рука взяла меня. Я повернул лицо и посмотрел на Рин, которая была серьезно настроена. Рин, сейчас нет времени на задержку, там могут быть люди. Я знаю, проговорила она. Я не собираюсь читать тебе мораль Обита. Скажу лишь одно, что бы там ни случилось, я прикрою тебя, даже если это будет стоить мне жизни. На твои плещи легло много боли, и ты не хочешь ранить меня. Я знаю, ты можешь иметь секреты не делиться. Но от этого я не буду тебя ненавидеть или презирать. Твое состояние резко ухудшилось после битвы на мосту, и моих сил не хватает, чтобы тебе помочь. Я не прошу ничего мне рассказывать, если ты не готов, но, пожалуйста, дай мне сил, уверенности. Позволь быть с тобой в трудную минуту, как бы тяжело не было, даже если тебе придется молчать. Просто дай мне быть с тобой. Я ничего не ответил, лишь притянул ее и крепко прижал к себе. Прости, Рин. Сколько же ты еще должна перенести из-за моих выборов пути? Будь рядом, я надеюсь на тебя, ответил я, доставая катану. Вперед, ответила она, приготовив кунаи. Мы двинулись вперед. Нечеловеческие зверства. Мы оба понимали, что это значит. Девушка-убийца. Шина. Она вновь решила устроить кровавую бойню. Но я обещаю, ей не удастся этого сделать. Продолжение следует. Ну, вот такая серия получилась. Я предвижу комментарий. Скорее всего, вы напишите, что это не часовая серия. Но, ребят, я сделал логическую концовку серии. Дальше просто следует логически построенная отдельная часть, которую никак нельзя разделять. И поэтому мне пришлось остановиться здесь. И не добить до фулл-часовой серии. Но я недавно проводил голосование, и вы, большая часть, проголосовали за качество. И здесь я его сохранил. Я считаю, серия получилась очень крутая. И я надеюсь, вы со мной согласны. Также, в честь этого, давайте я вам пообещаю, что следующая серия без доната будет не часовая, но тоже объемная. Больше 30 минут, это точно. Ну, надеюсь, мы друг друга поняли. А с вами был Ганзи. Пишите комментарии, ставьте лайки. И новая серия уже скоро.